Обои под покраску – самые креативные и индивидуальные среди всех видов обоев. Структурные обои под покраску придают помещению свой особый характер. Гладкие обои, напротив, излучают спокойствие и элегантность. Например, флизелиновые обои Erfurt VarioFlies. Эти гладкие обои служат прекрасной основой для нанесения краски или декоративной штукатурки. Они скрывают старые трещины и предотвращают появление новых. Все обои VarioFlies торговой марки Erfurt производятся из высококачественных целлюлозных и текстильных волокон. Обои Erfurt устойчивы к бытовому истиранию и защищают стены от образования трещин. Они прочные и не дают усадки. Обои Erfurt VarioFlies отвечают самым высоким требованиям экологической безопасности. Оклеивание этих высококачественных обоев требует определенных навыков и аккуратности. Работа начинается с подготовки основания. Оно должно быть сухим, чистым, прочным и гладким, так как на гладком флизелине видны все неровности. При необходимости выровняем стены финишной шпаклевкой. Кстати, обои VarioFlies отлично подходят для стен из гипсокартона. Швы предварительно, конечно, нужно зашпаклевать. Ну что же, приступим к наклеиванию обоев. Клей наносится на стену. Нам понадобятся клей для флизелиновых обоев, ведро для клея, а также лопатка для разведения клея и валик из овчины для нанесения клея, карандаш, складной метр, уровень, ножницы или обойный резак, большой и маленький валик для швов из пористой резины, обойная щетка, обойный шпатель, краска, валик для покраски, малярный скотч и, конечно, обои Erfurt VarioFlies. Для начала разведем клей и оставим его до полной готовности на 20 минут. В это время определим вертикальную линию для первого полотна с помощью уровня и отметим ее на стене карандашом. Теперь можно наносить клей по ширине полотна. Проверим, достаточно ли клея. Слой клея должен быть нанесен вот такой толщины. Ну а теперь самое интересное. Отрезаем полотнище по высоте стен, прибавив приблизительно 10 сантиметров, и начинаем клеить обои, приложив первое полотно у потолка с небольшим запасом, ровно по вертикали. Расправим складки и пузыри сверху вниз, прижав полотно обойной щеткой. Под конец обрежем излишки обоев сверху и снизу. Готово! Теперь приклеим второе полотно, состыковав его с первым, не внахлёст. Самый оптимальный вариант – начать клеить обои от окна по направлению света. Углы не обводятся, а если под обоями розетка или выключатель – не проблема, просто прорежем в этом месте обои. И еще один совет – выступивший на стыках клей нужно сразу удалить влажной губкой. А теперь приступим к креативной части работы. После того, как обои VarioFleece высохли и были покрашены в белый цвет, на первый слой краски можно нанести другой цвет. Например, антрацит посередине стены между двумя полосами малярного скотча. Вот так легко воплощаются в жизнь самые смелые креативные идеи. Всегда можно просто перекрасить обои. Снова и снова. Прочь все сомнения и предубеждения. Начинаем ремонт с обоями VarioFleece. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова